девочки мальчики в общем дорогие зрители всем большой привет не пугайтесь у меня с головой все в порядке у меня расхламление и вот это вот одна из вещей которые я думала что я расхламлю но боже какая прелесть мне не хочется этого делать наверное паричок я оставлю к тому же когда не хочется мыть голову укладку делать на дело и пошла вообще я думаю знаете не купить ли мне пару париков ну с моей длиной моим цветом вот чтобы иногда на дело и пошла и ты такая вся красотка такие волосы в общем первая вещь не знаю покинет она меня или нет а кстати мой помощник стул буду сегодня на нем скакать показывать так сказать в полный рост себя пригодится потому что сегодня я залезла угадайте куда и достала целую просто гору хлама не знаю уложимся мы с вами или нет но значит будет две серии прошлое мое видео про шахматы кто не посмотрел тут вонючка потому что такая красота вот я я долго не могла оттуда уйти так классно ну ладно не будем огорчаться в общем первая вещь остается со мной потому что мне она нравится вторая вещь много-много лет назад мы с моим мужем с нашими друзьями общими решили отметить хэллоуин ну я пошла в магазин как бы все для хэллоуина и купила себе вот такие красивые ножки а мужу купила вот такую маску то есть были красавицы и чудовище причем я ему сшила еще такой наряд знаете ну наряд трупа оборваться такого ну какую-то хламиду в общем у нас еще была коса такая знаете как в общем уж был смертушкой такой я чертиком в общем у нас там были многие наряженные знаете пошли в ночной клуб танцевать там тоже была такая атмосфера свечи тыквы в общем классно повеселились не забуду никогда мне кажется обязательно нужно устраивать такие вот мероприятия даже если вам уже за 40 ну вы что в гроб собираетесь почему бы не повеселиться если будет возможность конечно же наряжусь еще во что-нибудь такое но как бы наряжаться в одно и то же последующие года как-то глупо поэтому вот эта маска меня покидает вот это остается первая вещица простимся с ней следующая вещь которая лежит у меня 8 лет и 27 дней угадайте угадайте это мой кринолин платье у меня уже нет а кринолин остался он тогда не понадобился и я думаю что пора вот от этого абажура избавиться не буду примерять я думаю что не нужно в общем вот вот такая вот субстанция почему-то я про него забыла а сегодня вот влезла туда и нашла его и к чему он мне он мне не нужен я думаю что простимся с этой вещью следующая вещь лежит вот в таком пакете это мое пальто мое первое пальто которое я купила тысячу лет назад черного цвета вот от него ремешок и вот оно пальто когда я его несколько сезонов поносила она так уже знаете под испортилась я решила что а давай-ка я его распарю и у меня будет выкройка по которой я смогу я же люблю шить вы наверное знаете по этой выкройке я смогу себе что-нибудь сшить потому что на том в то время я не умела делать выкройки я пробовала и я понимала что такую вещь как пальто сшить самостоятельно не не обращаясь к ютубу по-моему ютуба тогда не было но он был но у него никто не знал и вот в то время миллион лет назад не было русских на ютубе представьте сколько вот этому лет в общем я распорола свое старое пальто и у меня оказалась выкройка я думала что она мне пригодится она мне кстати пригодилась и я вам сейчас покажу для чего но так как это пальто было приталенное сейчас в общем мне сейчас эта выкройка не нужна и я думаю что я от нее я не думаю я от нее избавлюсь кстати это было мое первое пальто и пока что единственное у меня вот сейчас нет ни одного пальто из настоящей ткани вот такой вот пальтовой у меня меховое пальто замшевая и и это для меня такая травма может быть когда-нибудь расскажу эту историю почему я физически не могу носить пальто веселая история а сейчас покажу ту самую вещь которую я сшила по выкройке того самого пальто это вот такой вот плащ надену напоследок муж отзывает эту вещь халатом в общем поддержка такая знаете классная расстегнусь в общем вот эту конструкцию я сшила сама и поясок нужен тут карманы есть ну пояс конечно не отсюда но я носила вот эту штуку вот эту фигню с поясом вот такой вот плащик тихо вот такой вот плащик ну конечно пояс сюда другой это я так продемонстрировать что получилось у меня ну как без пояса ну как без пояса этим поясом по моему можно убить человека в общем вот такой вот без пояса чуть чуть не то в общем вот такой вот плащик у меня был вот такой вот плащик вот этот плащик у меня все остатки у меня есть плащ. И, в общем, ни выкройка мне больше не понадобится, ни этот пояс, которым можно кому-нибудь проломить голову, ни вот этот плащ я не оставляю. Смысл. Не ношу, наверное, потому что все-таки чуть-чуть стесняюсь такое носить. И, по-моему, расцветка сейчас это уже не модная, поэтому выкидываю. И вот так вот тут все прошито, смотрите, то есть я точно взяла выкройку, может быть, чуть-чуть ее модернизировала, сделала, по-моему, длину и не такой сильный приталенный. То есть вот четко-четко так... Я собой была очень горда. И тогда мне было не стыдно это носить, потому что это мое произведение, и мне наплевать было, что подумают люди. Я про них не собираюсь думать. В общем, плащик меня покидает. Так, следующая речь. Это тоже выкройка. Это выкройка шапки-ушанки. У меня была шапка, которая мне очень шла, просто вот села как, ну, лучшая шапка на свете, которая тоже чуть-чуть подыстрепалась. Это искусственный мех. Я думаю, а дай-ка я ее тоже распарю и сошью себе какую-нибудь, там, я не знаю, желтую шапку с каким-нибудь зеленым мехом. Вот тоже по выкройке. Но у меня так руки и не дошли. Вот там вот это лоб был. В общем, тут целиком моя шапка. Вот это ушко. Раз за столько лет это мне не понадобилось, значит, не понадобится и дальше. Я планирую сшить себе шапку в ателье меховую, там, из норочки, либо из чего-нибудь еще. Уже знаю, какая будет модель. Я думаю, что пусть это сделает профессионал, потому что мех я шить, вот честно, боюсь, что не смогу. Так, мне кажется, женщины могли бы шить себе шубы сами. Я думаю, что не смогу сама сшить себе меховую шапку. А хочется попробовать. Оставить? Нет. Упал кусочек. В общем, выкидываю. Хватит чахнуть. Если что, я думаю, что сейчас не составит труда найти выкройку шапки. Едем дальше. Следующий пакет. Он будет шуршать нам мешать, поэтому я его оставлю, наверное, внизу. Здесь находится то, над чем я чахла, и мне казалось, что мне это очень нужно. Первое. Это вот такой воротник. Кстати, от этого черного пальто. Это козлик, кажется. Я думала, что он мне пригодится. Нет, не пригодится. Даже если я куплю себе куртку с искусственным мехом, мне понадобится вот эта вот подложка от той самой куртки. И я так уже делала. Я, в принципе, уже знаю, куда идти. Идете в ателье с искусственным мехом, и вам на эту родную подложку нашивают то, что вы хотите там. Черный-белый мех. Какой живность, какая вам нужна. Поэтому вообще нет никакого смысла вот эту вот драную кошку хранить. Избавляюсь. Следующий воротник вот такой. Я думала также, что он мне пригодится. Нет, он мне не пригодится. Ну, некуда его одевать, некуда его пришивать. У всех курток разное крепление. Это надо учитывать. И следующее. Это всякие кусочки вот такого типа. Это чернобурка. Это лиса. Вот зачем мне такой кусочек? Я думала, что там нашить куда-то. Нет. Норочка. Я думала, что вот из этого у меня таких три штучки. Я думала, я смогу сшить сама шапку вот из этого. Не смогу. Но как-то это уровень пока не мой. Стать специалистом и сшить. Норочка. Сколько лет они у меня лежат? В общем, целый пакет кусочков. Ну, нет. Раз я не взялась за это дело, то и не возьмусь. Упал. Поэтому выкидываю мех. Смотрите, кто здесь. Мой огромный кот. Боишься? Смотрите, какой у меня огромный кот. Лошадь. 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 Коняка, поздоровайся. Скажи, мяу. Привял, скажи. Он, когда голодный, он более общительный и более нежный, ласковый просто. Другой человек. Так. Еще кое-что есть. Сейчас быстренько покажу. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть шапок выкидываю к черту. Не хочу их носить. Вот это драное, черти, что из магазина мохито. Отвратительно сидит, стягивает лоб. Вот это уродство. В ней холодно. Вот этой уже много лет. Она вся какая-то. Не хочу ее носить. Вот это уродливая. Вот об этой у меня плохие воспоминания. Когда я ее покупала, меня продавщица просто выбесила. И вот глядя на эту шапку, я все время вспоминаю этот случай. И меня вот это расстраивает. Чуть-чуть. Это, знаете, такая маленькая капелька расстройства. Не нужна она мне. И вот эта шапка из Адидас. Уродливая, абсолютно бестолковая, страшная. Сидит плохо. Эти шапки все сидят так себе. Вот честно. И жизнь слишком коротка, чтобы носить вот это уродство. Лучше пусть у меня будет одна классная шапка. Ну ладно, две. Которые, знаете, будут меня украшать, красиво сидеть, не давить. Чем вот 10 шапок. Чертикаких. Чертикаких. А, еще. Еще выкидываю вот этот бред. Из фикс-прайса купила буквально для одной фотосессии. Ну такой. Строила из себя милашку. И вот такой вот шарфик. Я его связала сама. Мне нужен был именно вот такой вот маленький шарфик, который можно было вот так вот надеть. Но я его не ношу, потому что у меня все куртки, они намного не так сильно прилегают. И получается, что это какая-то ерунда. Честно, связала сама вот такую вот маленькую штучку. Фух. Если честно, немножко запыхалась. Это, пожалуй, было все на сегодня. Буду заканчивать это видео. Надеюсь, я вас замотивировала избавиться от хлама. А залезала я сегодня под кровать. Подняла вот эту вот штуку. Подставила там стул. Вытерла пыль. Перебрала все коробки. И очень довольна. Сейчас пойду это все выкидывать. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Еще увидимся. Пока.